В Магаданской областной думе обсудили деятельность некоммерческой организации Фонд капитального ремонта Магаданской области за 2020 год. Заседание провели члены Депутатского комитета по социальной политике. В прошлом году на счетах фонда находилось более 400 миллионов рублей. Несмотря на задолженность по начисленным взносам в размере около 98 миллионов, был запланирован капитальный ремонт 148 конструктивных элементов, расположенных на территории региона. Из них на 30 конструктивов были объявлены закупки, только на 8 заключены контракты и всего лишь два были полностью завершены. Но нельзя не отметить того факта, что в 2020 году фондом был выполнен ряд краткосрочных планов прошлых периодов. Так, в реализации мероприятий «Национальный проект «Жилье и городская среда» были выполнены два больших проекта – строительство, реконструкция дома по поселку Палатка и в поселке Талая. Сразу отмечу, что данные работы продолжены и в 2021 году. На данный момент замечено значительное падение поступлений взносов. Если в 2019 году уровень собираемости был 80,5%, то на сегодняшний день 72%. Кроме этого, сейчас активно ведется работа по взысканию задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт. Уже подготовлено более 270 заявлений по физическим лицам на общую сумму 6 миллионов рублей. Также по юридическим лицам ведется работа в досудебном порядке. В общей сложности размер долгов составил 86 миллионов рублей. Наша приоритетная задача в этом году стала выполнение не только краткосрочного плана 2021 года, но и проведение работ по капитальному ремонту, включенной в краткосрочный план 2016 года. С учетом дополнительной финансовой помощи от правительства Магаданской области в размере 400 миллионов ежегодно, все невыполненные ремонты с 2016 года планируют завершить в течение 4-5 лет. Все это занимает длительное время из-за того, что в год собираемость взносов составляет около 500 миллионов, а все работы требуют затрат общей суммой 800 миллионов. В этом году уже выделили 142 миллиона рублей, но этого еще недостаточно, поэтому после получения государственной экспертизы смертной стоимости объектов фонд направит письмо о выделении дополнительных 250 миллионов рублей. Оперативное совещание по работе коммунальных служб прошло в мэрии города. Встречу с руководителями ведомств провел мэр областного центра Юрий Гришан. Руководители коммунальных предприятий выступили с недельными отчетами, рассказали о возникших проблемах и способах их решений. Также городоначальник подчеркнул, что работы по благоустройству областного центра нужно проводить не отставая от графика. И, конечно, они не могли не затронуть вопросы о вакцинации в связи с постановлением о том, что в каждом учреждении число привитых сотрудников должно составлять не менее 70%. Шутки в сторону. Значит, занимайтесь агитацией и пусть поменьше фигню всякую читают. Рассказано уже тысячу раз, что те люди, которые привиты, если даже они заболеют коронавирусом, они переносят в десятки раз легче заболевание. И безлетальные исходы лежат те, которые не сделали прививку. На Колыме оба компонента вакцины от коронавируса получили почти 25 тысяч человек. Первую прививку сделали более 31 тысяч жителей области. На Колыме работают 28 пунктов вакцинации, в основном поликлиники. Кроме того, у торгового центра Муримол действует мобильный пункт вакцинации. И, как отмечают магаданцы, там намного удобнее. Очень удобно, организовано. Это лучше, чем в поликлинике, потому что в поликлинике все-таки большие столпотворения, а здесь на свежем воздухе. В принципе, удобно. Конечно, еще бы сделали побольше пунктов, потому что везде топятся многие люди, не успевают, либо не хватает вакцины. Лучше бы, конечно, сделали бы то, что еще бы добавили пару пунктов в городе. Максимально удобно, даже удобнее, чем в больницах, мне кажется, потому что в больницах толпятся на улицах, в зданиях. Здесь пришел, стоишь себе. Мы подошли, заняли очередь. Дальнейшая покажет, сколько времени будут документы обрабатывать, сколько подготовка будет. Пока еще сказать ничего не можем. Начнет сыпать дождик, будет видно. Всероссийский конкурс «Лучший пожарный-2021» стартовал в Магадане. Он проводится ежегодно уже в десятый раз по пяти номинациям. Участники состязания – пожарные и спасатели в возрасте не менее 21 года, со стажем работы не менее трех лет. На первом этапе конкурсанты сдадут теорию и покажут свою физическую подготовку. Мероприятие организовано Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, отдельными федеральными органами исполнительной власти и объединениями работодателей и профсоюзов. Название лучшего пожарного в Магаданской области претендует шесть участников. Это профессионалы, пожарные личного состава, специализированные пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы, Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Магаданской области. И работают в этой профессии более трех лет, а некоторые более девяти. Этот конкурс направлен не только для того, чтобы выявить лучшего по профессии, но и для того, чтобы поднять престиж профессии, привлечь молодых людей, которые пока еще не определились с выбором своего жизненного пути. Профессия очень достойная и хотелось бы видеть молодых людей, которые бы желали работать в ней. Для участия в конкурсе выбирали самых достойных ребят. Победители получат дипломы и денежные призы. За первое место – 75 тысяч рублей, за второе – 50, за третье – 25 тысяч рублей. Победитель регионального этапа конкурса номинируется на участие в федеральном этапе. Он состоится в Рязани в дистанционно-очном формате в августе этого года. По информации Министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, на Колыме продолжается борьба с природными пожарами. Силы и средства авиалесоохраны осуществляют работы по тушению пяти пожаров. За последние сутки ликвидирован лесной пожар, возникший в районе поселка Атка. Работники Аткинского участка ООО СК «Стройдор» с помощью бульдозерной техники своевременно приняли меры к локализации пожара, проложив вокруг очага минерализованную полосу. Дотушивание и окарауливание кромки осуществляли работники авиалесоохраны. Тушение лесного пожара осуществляется в районе поселка Талая, где в 8 километрах от поселка в результате грозового разряда загорелась сопка. Группа десантников авиалесоохраны доставлена к месту действия пожара вертолетом. Продолжается тушение лесного пожара, возникшего в 20 километрах от поселка Амсукчан. В помощь к работникам Амсукчанской лесопожарной станции авиалесоохраны направлены силы областного пожарно-спасательного центра. Кроме того, тушение пожаров осуществляется на территории Тинькинского, Сусуманского и Северо-Ивенского городских округов. Пожарная опасность на территории области остается высокой, местами чрезвычайной. Продолжается грозовая деятельность. Ситуация остается под контролем. Чрезвычайных ситуаций нет. Угрозы населенным пунктам не допущено. В парке за кинотеатром Горняк появится новая скейт-площадка. Строительная компания из Санкт-Петербурга, FK Ramps, совсем недавно доставила в Магадан железные конструкции будущего парка. На данный момент идет активное возведение металлических каркасов. Напомним, что новость о полном обновлении парка появилась около года назад. И, наконец, сейчас процесс пошел в нужную сторону. Кроме этого, на новых площадках смогут заниматься не только профессионалы, но и совсем начинающие. Потому что оборудование, которое устанавливается, подготовлено для разного уровня сложности. Это для всех уровней сложности, от начинающих до профессионалов. Также можно продвинутый райдер придет и скажет, нормальный скейт-парк, обкатать можно. Также придут еще начинающие и тоже скажут, ничего себе, замечательный скейт-парк. Магаданских бизнесменов приглашают принять участие в слете «Территория ритма». Со 2 по 5 сентября 2021 года в Нижегородской области пройдет международный инклюзивный слет социальных предпринимателей. В течение четырех дней его участники смогут пройти путь от авторской идеи до создания полноценного социально-предпринимательского проекта. По результатам работы лидеры и их команды при поддержке опытных бизнес-наставников проработают свои социально-предпринимательские проекты, лучшие из которых получат финансовые и иные формы поддержки. Принять участие могут граждане от 18 лет, проживающие на территории России, страны СНГ и дальнего зарубежья. Заполните и подать заявку на участие в слете. Лидеры проектов смогут до 15 июля 2021 года. Участники команды проектов до 30 июля 2021 года. Если пенсионер, который проживал и работал не на Колыме, переедет в Магадан, выплата ему увеличится. Согласно законодательству, гражданам, проживающим или имеющим регистрацию в районах Крайнего Севера, устанавливается фиксированная выплата к страховой пенсии. В Магаданской области эта сумма более 10 тысяч рублей. Если регистрации в районах Крайнего Севера у человека нет, ему установят выплату на основании сведений о месте фактического проживания. Указать их нужно самому гражданину при личном обращении в ПФР. Для того, чтобы получать выплату бесперебойно, необходимо ежегодно подтверждать проживание на Севере.